Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. И сегодня я сделаю обзор вот этого замечательного моего нового инструмента. Это бас мастеровой, то есть сделанный на заказ. Мастер Артём Лесниченко. Как вообще пришла идея сделать этот бас? Ну, я, во-первых, давно очень хотел именно безголовый бас, чтобы он был лёгкий, мобильный, чтобы было его удобно везде носить, играть и так далее. И вот мы списались с Артёмом, быстро нашли общий язык. И, собственно, по моему заказу Артём сделал бас. То есть полностью всё, форму я выбирал там, лады, то есть вот как они будут, да, мензуры. Ну, я сейчас всё расскажу, что здесь используется. То есть полностью по моему заказу Артём всё сделал. Отличный мастер, вообще и человек. То есть всё пошло очень легко и было очень комфортно с ним работать. Кстати, есть что? Контакты Артёма вы найдёте в описании к этому видео. И бас получился прямо именной. Тут вот мои инициалы. То есть это бас прямо специально сделанный для меня. Мне очень нравится вот такая вот форма. Она, по-моему, сингл кат называется. То есть вот когда здесь вот эта часть, да, рок вот этот, он как бы идёт в гриф. Вот. Ну, давайте я расскажу, какие тут деревья используются и вообще, что тут ещё по электронике и так далее. Значит, для начала скажу, что это бас мультимензурный. Что это значит? Это значит, что у нас на каждой струне своя мензура. То есть на первой струне у нас мензура 33, а на последней мензура 35. То есть вот эти вот кривые лады, они дают вот эту вот мультимензурность. Очень интересная штука. Ну, считается, что так бас звучит более сбалансированно. Далее, по деревьям, значит, дека сделана из волнистой ольхи. Топ из ясеня. Да, вот здесь вот очень классный ещё сзади вид волнистая ольха, да. Гриф вклеенный. Как вы можете видеть, он здесь вот вклеен. Вот это не единый, то есть он здесь вклеен. Вот. Очень классно всё это выглядит. В первую очередь визуально мне очень нравится этот бас. Сам гриф сделан из пяти кусков. Клён, махагани, по центру ясень. Вот, да, видите, вот здесь это видно. И усиленный углепластиковыми стержнями. Вот. То есть вот здесь это всё видно. Также Артём сделал очень классные крышечки. Здесь вот на звукоснимателе, на ручке. Очень красиво всё это выглядит. Это американский орех дерева. Далее звукосниматели. Сами звукосниматели. Фёдора Чернышёва. Сет GB5. То есть, ну, джаз-бас. Типа по типу джаз-баса. Очень классные звукосниматели. Вообще, Фёдор Чернышёв тоже очень крутые звукосниматели делает. Уже не первый раз на них играю. Порожек из латуни. И анкер, да, внутри грифа. Сделала гитарная мастерская. Гитар-скрафт. Гранировка графит. Далее, что здесь по крутилкам. Ну, я попросил, опять-таки, это мой был выбор. Я попросил, чтобы он сделал одну громкость. То есть, вот эта крутилка регулирует громкость общую. Дальше, вот эта крутилка. Она делает переключение между датчиками. То есть, это переключатель трёхпозиционный. Когда я делаю вправо, у меня, соответственно, работает нековый датчик. Посередине они работают оба. Влево, соответственно, бриджевый датчик. Вот. И регулятор тона. То есть, здесь всё предельно просто и понятно. Мне удобно именно, когда одна громкость на оба датчика. Я попросил сделать именно так. И Артём пошёл мне навстречу. Сам бридж китайский, но очень здорово работает. Свою функцию выполняет. Очень классно, что бас лёгкий. Это именно то, что я и хотел. То есть, вес у него 3-2 килограмма. На плечах и на спине очень легко ощущается. То есть, вот когда его несёшь. Я сравнивал там с джаз-басом или даже вот с этим басом. То есть, этот бас прям действительно облегчение, да, так несёшь. И чувствуешь себя намного легче. Это очень здорово. Именно этого я и хотел. Ну что ж, друзья, от слов к делу. Давайте всё-таки будем слушать, как звучит этот замечательный и красивый инструмент. Для начала я буду играть всё на двух датчиков, тон на максимум. Теперь нековый датчик. Теперь бриджевый датчик. Давайте послушаем, как на двух датчиках звучит пятая струна. Давайте послушаем вариант без тона. на двух датчиках. Можно послушать вариант без тона на бриджевом датчике. Это такой, часто я использую для соло такой звук. И, конечно же, давайте теперь послушаем слэп. Оба датчика тон на максимум. Ну вот такой, друзья, бас. Обязательно напишите в комментариях, как вам понравился звук. А я от себя скажу несколько слов. Мне, честно сказать, вот сам звук чуть-чуть много в нём серединки. Но это очень легко исправляется. Просто можно на комбике, да, накрутить низов и верхов, убрав середину. Ну, я уже играл несколько концертов на этом басу, именно так и делал, и тогда звук прям очень классный. Мне очень нравится ещё сустейн у этого баса и пробивная пятая струна. Вот, кстати, давайте послушаем отдельно сустейн на пятой струне, например, на ноте ре. Сустейн действительно очень длинный. Давайте послушаем на четвёртой струне. Очень классно, звук прямо тянется и не прекращается. Такой ровный, классный сустейн. Это очень здорово. И ещё один момент, то есть сам слэп тоже как бы чуть-чуть не пробивает как будто бы пачку, но это тоже может быть, возможно, дело в струнах, возможно, опять-таки, на эквалайзере что-то подкрутить. Это уже такие мелочи, детали. Бас ещё новый, то есть я ещё только в процессе его эксплуатации, в процессе познания, так сказать, как он будет себя вести. Друзья, не забывайте, конечно же, подписываться на мой YouTube-канал, на группу ВК, Телеграм-чат. Все ссылочки будут в описании. И, конечно же, если вы хотите себе что-то подобное или любой другой бас, Артём с удовольствием вам сделает его под вас, как вам нравится. Ссылочка на Артёма будет также в описании.